Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я никогда на своем канале такие видео не выкладывал. Там у меня было одно видео, связанное с одним сейчас обсуждаемым проектом. Но мне угрожают, значит, из Казахстана, угрожают за ролики, которые я снимал о Серегжане Беллаше, о китайских лагерях, о многомиллиардных сделках правительства Назарбаева с Китаем. Угрожают из личного окружения Назарбаева. Могу сказать, что я принял решение не раскрывать содержание писем, которые мне приходят вот все это время. Я молчу и ничего не говорю, потому что всегда считалось, считая, что это всегда как-то волной идет, потом сходит на нет эти все угрозы. Но в данном случае они не сходят на нет. Нужно, наверное, было понимать. И я сейчас и тогда понимал, конечно, что это будет иметь какие-то последствия. Но сейчас понимаю все больше. Я за народ Казахстана. Я молчать не буду. Я с вами. В данном случае мне требуется ваша поддержка. Мне требуется поддержка ваша с точки зрения освещения этого. Я имею в виду, что лайки, комментарии и как можно больше комментариев, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Потому что это гарантия моей личной безопасности. Снимая о Казахстане, снимая о проблемах Казахстана, снимая о том, как был расстрел в Жанавозене, о том, как казахов и уйгуров в лагерях смерти в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе просто перевоспитывают фактически до смерти, можно сказать, совершая преступления против человечества. О том, как Назарбаев продает Китаю Казахстан, о том, как совершаются многомиллиардные сделки, о том, как Назарбаев закредитовал экономику китайскими инвестициями и теперь фактически не знает, чем расплачиваться, кроме как вольфравыми рудниками и, значит, полезными ископаемыми, богатствами Казахстана, богатствами земли Казахстана, которая принадлежит народу. Я могу сказать, что я не оставлю вас. Я в любом случае буду записывать, в любом случае до последнего дня, чтобы со мной не случилось, я буду записывать эти видео и буду поддерживать народ Казахстана, как и любой страны, где власть узурпирована и где люди не могут высказать абсолютно никакого мнения, где нет свободы слова. Поэтому я решил не раскрывать содержание писем, я имею в виду с точки зрения электронных адресов, откуда они пришли. Это высокопоставленные чиновники Республики Казахстан, которые через одну небезызвестную социальную, не социальную сеть, а как это называется-то, вот, в общем, у вас есть в Казахстане одна сеть, одна структура, которая подминает под себя блогеров, говоря о том, что они помогают блогерам ресурсами, помогают блогерам, значит, какими-то, ну, чем-то помогают постоянно. По сути, они помогают только одним деньгами. То есть они покупают блогеров, покупают всех для того, чтобы освещать события в том русле, в котором им это необходимо. Мне от этой сети было предложено 4 миллиона рублей, 4 миллиона рублей для того, чтобы я закрыл рот. Условием этого было перевод на любой счет в российском банке 4 миллионов рублей. Если я перестану снимать о Казахстане, забуду о нем, свободное перемещение по Казахстану без, значит, угрозы расправы. Значит, дальше это, дальше это, значит, я удалить должен ролики о Назарбаеве. И, значит, помимо этих 4 миллионов рублей, в случае, если я соглашусь сотрудничать, ускоренное развитие моего канала через интеграцию канала с ведущими блогерами Казахстана, стран СНГ, в том числе и российскими блогерами, я не буду называть, там указаны все те блогеры, которые, видимо, если они указаны, то они сотрудничают. Это те каналы, которые, кстати говоря, развиваются в взрывном порядке и имеют миллионы подписчиков. Значит, то есть это предложено взамен за то, что я замолчу, предам вас и предам себя, удалив все эти ролики. Я могу сказать, что это очень неприятно, мягко говоря, почему? Потому что в противном случае, если я продолжу снимать, если это видео вы увидите, значит, мне сказано, что я буду подвергаться внеследственному преследованию на территории любого государства, где бы я не находился, будь то европейское государство, Российская Федерация, Белоруссия или любая другая страна, буду подвергаться, значит, поиску аналитических центров, которые совершенно легально работают на территории этих стран, Казахстана и Китая, значит, для того, чтобы заткнуть мне рот, чтобы народ Казахстана не... Понимаете, очень много людей посмотрело ролики мои о Казахстане, очень много оказывается. Я посмотрел статистику, я снимаю, я же статистику не смотрю на каждый ролик, очень много людей посмотрело, особенно ролик там про Назарбаева, там четверть миллиона и дальше там сотни тысяч. И очень много мы переписываемся там с очень влиятельными людьми из Казахстана, и про Серегжана Белаша я снял, это очень не понравилось, больше всего не понравился Серегжан Белаш. судя по содержанию писем. Поэтому я прошу жителей Казахстана, казахов уж там, извините, что я, может, сейчас оговорюсь, но я прошу вас помощи, я хочу, чтобы вы сейчас помогли мне, потому что я очень много роликов снял. Самое главное, что условием еще было немедленное удаление ролика о последователе движения Фулунигун, которых на органы, но самое интересное, что это совместное, совместное Казахстана и Китая. То есть это очень высокопоставленные чиновники, поверьте мне, я никогда не выкладывал этого на своем канале. У меня были угрозы из-за лсу, из-за голоса, из-за всего, но такого не было никогда. Поэтому я могу утверждать, что Назарбаев угрожает мне, меня хотят купить, купить мое молчание. Оно довольно дорого оценено, с моей точки зрения, 4 миллиона рублей и во все остальные проекты, которые готовы вложиться, лишь бы я заткнулся. Мне предложено снимать ролики, наоборот, прославляющие правительство Казахстана и сближение с Китаем, чего я никогда делать не буду. Я вам говорю всю правду и еще раз говорю, я прошу вас поддержки, прошу вас помощи в подписке на мой канал, в комментариях, в многобесчисленных комментариях. Прошу каждого оставить максимальное количество комментариев. Можете копировать свой комментарий хоть сто раз, но это залог того, что увидит как можно больше людей и это залог моей гарантии, моей безопасности, потому что тогда как можно больше людей увидит об этом, узнает об этом и если со мной что-то случится, все будут знать, откуда растут ноги. Поэтому вот такие дела, ребята. Это прискорбно, но это так. Письма продолжают поступать и, возможно, в ближайшее время я сниму еще одно видео подобного рода. Прошу вашей помощи, уважаемые жители Казахстана, и не только, и российские граждане, которым не безразлична судьба моя, не безразлична судьба постсоветских государств, где сидят местные царьки, которые считают, что им все позволено, и затыкают каждому роду, где детей с ДЦП обзывают уродами. Этот ролик тоже очень не понравился. То есть все ролики связаны с Казахстаном. Все. Вот такие дела, ребята. Это массированный прессинг достаточно, но не такой выдерживали. Поэтому еще раз говорю, очень надеюсь на вашу поддержку. Всем пока, ребята. До встречи.